У разных ребят с разных турниров. Также было сказано, что о Инферно я мало рассказывал. Так и быть повторюсь еще раз. Сказали, что я не говорил о Фионе. Фиона, да, это отдельная тактика игры через собачек. Герой довольно-таки хороший. Прежде всего, если вы собираетесь делать безответный стэк, улучшать собачек. Плюс, если вам придет даже 6 собачек, это уже неплохо. Правда, 3 стэк заходит не часто, поэтому, скорее всего, она приведет от 3 до 8 собак. Но, ребят, даже 8 собак, это большая сила. Особенно, если их быстренько улучшить за первые пару дней. Которая сможет, конечно, разрывать многие-многие охраны. Причем, в том числе, ребята, даже стрелковые. Только под них нужна тактика. А у Фионы, к сожалению, разведка. Вот именно разведка все портит. Если бы не разведка, я думаю, что Фионку выбирали бы гораздо чаще. Рашка хороший герой. Специалист по эфритам, с мудростью. Приносит с собой стандартную армию. Но грамотность все портит. Все-таки главному герою грамотность нужна не всегда. Особенно, если этот герой воин. Который, в принципе, заклинания не так хорошо изучает. И плюс, почему-то у него идет мудрость. Вот зачем сразу на старте воину мудрость? Неужели не лучше, например, ловить какие-то навыки, типа оружия, доспехов. Ну, то есть, те, которые реально вам в бою больше будут помогать. Поэтому герой такой 50 на 50. Раньше им играли часто. Каждым Новым Годом все меньше и меньше. Но, в принципе, особенно если есть внешнее жилище эфритов, задуматься о том, чтобы играть через Рашку, очень даже можно. Помимо этого, есть Мариус. Один из топовых героев. Из-за того, что, играя через демонение, у данной расы появляется огромный стэк демонов. А Мариус является специалистом по демонам. Она их усиляет, защищает и при этом ускоряет. Приносит армию абсолютно стандартную. Но с продвинутыми доспехами идет как тазар. Таким образом, очень сильно минимизирует шанс кого-то потерять в бою. Потому что большой процент урона не засчитывается, который по вам наносят. В общем, вот ее реально следует брать на старте очень часто. Есть Игнат. Игнат приносит с собой очень много бесов. Он плюс их еще и ускоряет. Делает сильнее после прокачки. Более того, у него есть тактика. Что для любого воина очень и очень топово. Сразу же есть сопротивление. Поэтому он не так сильно боится маков, как некоторые другие герои. Приходится, конечно, играть новичкам за него очень сложно. Потому что вместо того, чтобы иметь больше стрелков, ты имеешь больше бесов. После улучшения, конечно, бесы многих обгоняют. Но с каждой моралькой у нейтралов, с каждой битвой против стрелков, этот стэк начинает быстро таять. Поэтому игра через Игната очень специфическая. И далеко не каждому подойдет. Но в целом герой хорош. Далее идет Октавия, которую берут, когда не знают, кого взять. Либо поторговались в минус. Или играют на сложности 200%. Она приносит с собой 350 золота в день. Это 3 500 за 10 дней. Что довольно хорошо. Армию приносит стандартную. Имеет сразу же грамотность. Что, конечно, еще больше отбивает делать ее главной. Мало того, что специализация на золото, так еще и грамотность среди навыков. Но зато есть оружие. В целом, как стартовый герой ее можно. Иногда даже нужно брать. Но делать ее главным далеко не всегда решаются. Я бы даже сказал, что обычно не решаются ее делать главной. Калх. В Соде, в классических героях. Герой, который очень хорош, наоборот, для старта. Но при этом плохо для того, чтобы его делать главным героем. Потому что Гоги, начиная где-то со средины второй недели. И туда дальше. Третья, четвертая. Начинают все меньше и меньше играть важную роль. А он специалист именно по этим юнитам. Но зато в начале, за счет стрельбы. За счет трех стеков Гогов, он дает огромную ударную пробивную мощь. И игру через стрелков. Для новичков, которые только учатся играть. Мне кажется, именно стратегия через Калха. Будет самая комфортная при игре за Инферно. Но опять же, Гоги, они и по своим попадают. Когда стреляют. Если свои стоят в радиусе одной клетки. По тому, кого мы стрельнули. Поэтому со стрельбой, с улучшенными Гогами. Так называемыми МАГОГами. Нужно быть очень и очень осторожными. Едем дальше. Пиль. Это логист. Сразу же есть логистика. Также является специалистом по баллисте. И баллисту с собой приносят из-за этого армии. У нее изначально гораздо меньше. Есть артиллерия на усиление баллисты. Ну и опять же, она проигрывает, конечно, таким героям, как Гунар, например. И некоторым другим. Но она, например, лучше выглядит, чем какой-нибудь Тарасар. Или какой-нибудь Гервульф. Плюс логистика стартовая заставляет ее гораздо дальше бегать. И с меньшим количеством армии пробивать те или иные охраны. Поэтому это герой, которого, опять же, раньше брали чаще при игре за Инферно. Сейчас немножко реже. Но вот именно из-за логистики и неплохой специализации этот герой может себя показывать очень и очень хорошо. И до сих пор, более того, вы можете у разных игроков видеть, как за этого героя играют даже как за стартового. Но я считаю, что для старта она не очень хороша. Потому что армии вы получите меньше. А вот чтобы делать из нее главного героя, об этом как раз таки вполне можно даже и задумать. Далее идет Нимус. Ну, Нимус хороший герой. Это обратный вариант игры через Мариус. Если Мариус играет от защиты, то Нимус играет от атаки. Приносит стандартную армию. Продвинутое оружие. Специалист по порождениям зла. Которые тоже участвуют в демонении. Но если играть через демонение, я думаю, что лучше все-таки качать Мариус. С другой стороны, вполне можно через демонение сыграть и за Нимус. Мариус будет позволять меньше демонов вам терять в бою. И быстрее их копить, да? А Нимус наоборот. Она заставит накопленный стэк демонов наносить больше урона и быстрее вырубать врагов. Поэтому, какой вариант более защитный или более атакующий вам будет перспективнее, решайте сами. Но в основном, когда выбирают между ними, берут чаще Мариус, пожалуй. Далее переходим к магам, которые здесь есть. Это Еретики. Айден, пожалуй, один из лучших вариантов для игры через мага у этого города. Дело в том, что здесь маги стартуют с единичкой знаний. Это всего лишь 10 маны. Некоторым даже не хватает на касты одного заклинания, которое есть. Вот Айден в этом плане лучше всех. У него больше всех заклинаний из-за того, что он специалист по интеллекту. Так же, как Андра у болота. Плюс у него есть интеллект среди навыков. Армию приносит стандартную. Но ничего нет толкового в книге заклинаний по ударной магии. У него есть просмотр земли, который обычно уже где-то со второй недели только начинают использовать. Мало кто прям с первой недели начинает баловаться этим заклинанием. Далее идет Ксерон, специалист по инферно. Это же заклинание есть в книге заклинаний. Маны не хватает, чтобы его использовать. Поэтому приходится Ксерона еще и раскачивать. Армию он с собой приносит стандартную. Излишнего можно сказать, что у него еще и грамотность имеется. Поэтому герой, я думаю, похуже, чем тот же Айден. И берут его тоже гораздо реже. Далее идет Аксис. Еще один специалист по мистицизму. И имеет мистицизм среди навыков. В книге заклинаний есть защита от воздуха, которая далеко не всегда нужна. Но иногда все-таки против какой-нибудь цепной молнии может пригодиться. Армию приносит стандартную. Ну и больше может себя проявить на каких-нибудь маленьких картах. Где каждая единица маны может быть на вес золотом. Далее идет Алема. Специалист по слабости. Это же заклинание есть в книге заклинаний. Имеет мудрость и почему-то баллистику. Что помогает лучше штурмовать города. Ну для магов штурмовать города обычно это не их стихия. Но вот Алема с этим не согласна. Но из-за этого в общем-то и в главные герои ее почти никто не берет. Далее идет Калит. Которая тоже хороша больше как саппорт вспомогательный. Она приносит дополнительную единицу серы. Заменяет по сути серную шахту с собой. Для экономики герой очень важный. Плюс имеет сразу же ускорение в книге заклинаний. Что позволяет например тем же бесам или собачкам еще быстрее врезаться во врагов. Особенно собачкам это помогает в первом же раунде блокировать стрелков часто. Но все равно как главный герой ее редко берут. Точнее почти никогда из-за того что у нее есть обучение. А это навык все-таки больше лишний из-за того что играют без плагинов. Далее у нас идет Аш. Специалист по жажде крови. И это же заклинание есть изначально. Есть мудрость. Что для мага в принципе неплохо. Стартовую армию приносит стандартную. Но у нее есть зоркость. Именно зоркость портит все. И Аш пожалуй далеко не лучший герой. Но даже если бы предположим там была не зоркость а что-то другое. То опять же как часто вам в игре приходится играть через жажду крови. Я думаю что не очень. Далее идет Зидор. Специалист по волшебству. Которая есть у него не только в специализации. Но и среди навыков. Есть мудрость. Это маг у которого нет ничего лишнего. Абсолютно стандартная армия. И в книге заклинаний есть камни кожи. Пожалуй в паре с Айденом. Они являются лучшими вариантами для игры через магов у данного города. Айден это вариант если вам нужно побольше маны. Причем намного больше маны. Зидор это для тех кто хочет наносить больше урона магии. Это вот как Стик и Андра у болота. Также здесь Айден и Зидор уже непосредственно у Инферно. Ну и последний маг который здесь есть это Ксарфак. С мудростью, лидерством. Тоже маг который больше на воина смахивает во многом. Армию приносит стандартную. Имеет шаровую молнию или огненный шар. В книге заклинаний. Является специалистом усиливающим все это. Но ему еще и магию огня надо успеть словить. А бывают случаи когда все таки не ловится магия огня. И тогда вообще получается бредовый вариант. Герой не очень. В начале маны не хватает на это заклинание. Ну и явно проигрывает тому же Айдену и Зидору во многом. Но специфически иногда бывают моменты когда он оказывается очень полезным. Но из-за того что ты играешь в основном случайные карты. Ну как ты можешь предположить какой у тебя будет расклад. Надеяться на то что реально вот это все принесет тебе огромный плюс. Это надо быть каким-то таким знаете мега уверенным в себе человеком. Поэтому на свой страх и риск можете играть или не играть через него. Если пробежимся по вероятности выпадения тех или иных навыков у этой расы. То смотрим. У демонов 6 шанс на стрельбу. 10 на логистику. Это топово. Очень топово. Далее идем 7 на баллистику. Вот это вот пожалуй уже больше минус чем плюс. Далее идет 6 на тактику. Это хорошо. 5 на артиллерию. Ну 50 на 50. 8 на оружие. 7 на доспехи. Это кстати хорошо. Именно из-за логистики оружия и доспехов. Именно класс демонов в игре считается одним из лучших среди воинов. И качаются они в этом плане очень и очень хорошо. Помимо этого 6 на сопротивление магии. То есть класс этих героев хорош. Даже если вы играете за другой город. И вам приходит один из демонов. То есть из первых двух строчек которые вы видите на экране. Есть смысл задуматься о том чтобы может быть все таки кого-нибудь из них качнуть. Далее у нас идут еретики. Это маги которых мы с вами рассматривали. У них 8 шанс на мудрость. 10 на мистицизм. Пожалуй что постоянно заходящий мистицизм это то что будет. Вас больше всего раздражать во время игры если играете без плагинов. Тоже велик шанс на выпадение баллистики. В данном случае 6. Пятерочка на магию огня. То есть именно эта магия стихии чаще всего заходит. Для сравнения вам вот магия огня 5. Воздуха 3. Воды 2. И земли 4. Именно магия воздуха и земли здесь заходит чаще всего. Что в принципе этих магов делает не худшими. Именно в воздухе земля вам больше всего и надо. Больше конечно земля. А эти качаются больше в огонь. Делает пожалуй не самыми лучшими магами. Но в целом воздух здесь даже проигрывает получается магии земли. Земля 4. Воздух 3. А вот огонь 5. Так что специфически. Очень специфически качаются. Ну и неплохие шансы на интеллект и волшебство по 6. Для магов я думаю является все таки плюсом. Ну что ж.